Добрый день! Мы снова с вами встречаемся и продолжаем читать книгу «Равмонитун. Тайна еврея». Прежде чем мы продолжим, я просто задумывалась о том, о чем мы говорили в прошлый раз и в предыдущие разы, и об ответственности человека, на которого возложено воспитание своего ближнего брата. У нас есть два брата, и мы видели в основном, что Равмонитун смотрит на эту ситуацию как необходимость воспитывать своего брата. Тайна убивает Эвеля. Это получилось потому, что Эвель не справился со своим назначением, что его обязанностью и ответственностью было воспитание своего брата. Эта тема, она раскручивается, продолжается. Она не случайно, я думаю, в учении Маниту, потому что одним из аспектов этого подхода является то, что народ Израиля должен воспитать человечество, говоря грубо. То, что, так сказать, это сказано красивыми словами в пророчестве, что мы, мол, свет для народов, а практически наша задача – воспитать человечество. Ну, и из-за этого следует все остальное, что потому, что на самом деле никто не любит, когда кто-то его пытается воспитать. Не говоря уже про взрослых людей, даже и детям не нравится, когда их воспитывают. Как воспитывать детей – это большая-большая наука. Мы пытаемся научиться этому всю жизнь, рожаем детей, более-менее успеваем. Что-то у нас получается, что-то не получается. И есть огромное количество теорий, и этому люди учатся в университетах, пишут об этом. Толстые книги, тем не менее, нет окончательного ответа о том, как правильно воспитывать даже детей, а уж как правильно воспитывать взрослых людей. Вообще трудно себе представить, а уж как правильно воспитать все остальные народы. И, собственно, поэтому это одно из объяснений того отношения, которые народы проявляют к евреям. Кому нравится, что его воспитывают? Ну, только собственным примером, я думаю. Я думаю, что этот ответ очень хороший, да. И он, на самом деле, по идее, должен работать даже в отношениях родителей детей и часто работает. Конечно, не всегда. Это, безусловно, очень важный аспект, собственно, пример. Поэтому... Но у меня иногда такое вот закрадывается подозрение, что даже когда народы видят, что Израиль ведет себя хорошо, выше, то есть гораздо лучше, чем какие-то другие народы ведут себя в аналогичной ситуации, ситуации войны, например, противодействие врагам. Это трудно им признать. Именно потому, что если Израиль так высоко поднял планку, это значит, что они должны у него учиться. Поэтому они пытаются сказать... Так же, как и... У нас все скрывают, да. А на самом деле все там не так, как они говорят. Все сплошное вранье. На самом деле там убивают, насилуют. Там поселенцы, к примеру, да. Я слышала как-то выступление какого-то араба. Ему дают микрофон в наше радио. И он таким проникновенным голосом... Я бы сама поверила, если бы не была поселенка. Вы же ничего не знаете. Это никому не рассказывают. Это не публикуют нигде. Вы не знаете, что такие поселенцы? Они убивают, насилуют, мучают нас. Этого нет. Если самое страшное, что делают самые ужасные поселенцы, молодые хулиганы, они иногда бросают камни в машину или что-то в таком духе. Тем не менее, всегда пытаются доказать, что мы не можем быть примером для другого, для всего человечества. Ну, в общем, это, так сказать, просто у меня были размышления по поводу того, о чем мы говорили все предыдущие разы. А сейчас мы продолжим. И вот наш текст. Видно? Общество Каина и его функционируют. Каждое поколение описывает падение в тех поколениях, которые мы перечислили, которые Тара нам перечисляет. Среди них каждая описывает падение ценности человека, падение начинающегося с Ира, в имени которого проявляются две сущности – Ир – город, Йорен – упадка. Человеческая энергетично растворяется, пока не исчезнет, растворяясь в мертвом системе. Ощущение духовности и стремление к ней все больше исчезает, и человек становится рабом общества. И тут мы доходим до шестого поколения Долена. До этого мы как бы не знали ничего подробнее о каких конкретных людях, кроме того, кого он породил. И взял себе лемых двух жен, имя одной – Ада, а имя второй – Цила. И родила Ада Ябаля, он был отец живущих в шатрах со стадами, а имя брата его – Юваль. Он был отец всех играющих на киноре и свирели. И Цила тоже родила Туваль Кайны, шлифующего и кующего всякую медью железо, а сестра Туваль Кайны – Нама. И сказал лемых женам своим – Ада и Цила, послушайте голосы моего жены лемыховы, внимайте к словам моим, мужа убил ли я за язву мне и отрока за рану. Если Кайна там еще будет в семеро, то лем их в семьдесят семеро. Я не случайно таким патетическим голосом это читаю, потому что по всем мнениям, и мнениям комментаторов, и по мнению исследователей Тары, это некая вставка поэтическая. Текст, он такой ритмический, он отличается от всего, что говорится до этого и после. Вообще говоря, есть такой подход, что вся Тара – это Шира, есть такое мнение. Но, тем не менее, в Таре встречаются Шира в смысле песни или стих. В Таре встречаются места, которые в большей степени стих, чем в Танахе, то же самое, чем весь остальной текст, который тоже можно воспринимать в поэтическом ключе. Раша объяснила. «Двух жен. Так было принято у поколения поток. Одна жена для деторождения, а другая для сожительства. Той, что для сожительства давали выпить чашу бесплодия, чтобы сделать ее неспособной к деторождению. Ее наряжали как невесту и кормили лакомой пищей. Первая же была порицаемой и скорбела, как вдова». То есть отторгнута скорее ее. «Ада – жена для деторождения». Она названа так, потому что она ему отвратительно и отстранима им. «Ада» – это в переводе на рамейский «отстраняем». Цила – жена для сожительства. Она названа так, потому что неизменно пребывает под его сенью, в его тени. Цель – это тень. «Как с каждым в Миндраше берешит Рабайтер». Это комментарий Раша. Мне кажется, Рава это не упоминяет, просто всколько скажет. Как же так? Ей же дали противозачаственное средство, которое должно действовать. Как же она родила? Говорят, что был про счет. И поэтому и Тарай говорит так вдруг. И Цилю тоже родила. То есть это вообще не было ожидаемо. Это такой комментарий не особенно важный, но просто чтобы утрясти как-то так. Дали ей эту чашу бесплодия, а она все равно родила. Но сегодня тоже такое бывает. Миндраж говорит, что у Жона Лемеха было разделение функций. Первая жена была для рождения детей, вторая – возлюбленная для удовольствия. Как мы уже знаем, Тара описывает эти детали с определенной целью, чтобы научить нас чему-то, углубить наше понимание рассказа писания, а также научить нас чему-то, что относится к нам самим сегодня. Так что же на самом деле происходит в шестом поколении? До сих пор мы говорили о том, что отношения между человеком и его ближним, между братом и братом все больше исчезают. Одновременно из текстов писания исчезает слово «брат» после того, как Каин убивает брата. Оно потом встречается один раз, но оно уже в другом смысле. Функциональное общество чем дальше, тем больше убивает личность человека внутри него. Однако даже в этом все разрушающем обществе все же еще была одна связь, которая продолжала существовать, и это были отношения между мужем и женой. Даже у Каина еще существует глубокая связь. Он познал свою жену, познание между ним и его женой. А в шестом поколении женщина также превращается в образ безидетичности, и ее упоминают только в связи социальной потребности, которые определяют ее место и функции. Это для секса, а это для воспроизводства. Отношения между мужем и женой, самые глубокие и интимные из всех видов отношений, здесь тоже разламываются. Медраж объясняет, что на этом этапе было изобретено средство контроля над рождаемостью, чаша бесплодия. Изобретение предназначено для того, чтобы муж мог не беспокоиться о том, что его жена станет менее красивой после беременности и родов. Поэтому он и разделяет. Одна – для детей, для размножения, а вторая – для удовольствия, чтобы была красивая. Таким образом, мы подходим к вершине социальной функциональности. Женщина также не является больше тем, чем была, а становится только функцией. И она ведется и осознается обществом в соответствии с этой функцией. Подобное явление существует и в современном обществе. Женщина потеряла свое достоинство и ценность, исполняет те роли, которые на нее возлагает мужчина и общество. Нет отношения к женщине как к сути и ценности человека. Если женщина плохо выполняет свою роль, ее просто заменяют. Так, кто-то что-то хочет сказать? Не хотите ничего добавить? Ну, я тоже не буду вам. В результате этих функциональных связей появляются четверо детей, которые родили жены Ленка. Яваль, Яваль, Тувалькайн и Нама. Все имена мальчика связаны с именем Гевель. Созвучены, да? Гевель, Яваль, Юваль, Тувалькайн. Таким образом, в шестом поколении перед нами в скрытой форме детях Ленка предстает первичная идентичность Гевеля. Здесь мы разберем эти идентичности сыновей Ленка и их значения. Прежде чем мы рассмотрим различные функции, которые представляет каждый из сыновей Ленка, обратим внимание на слово «брат», которое здесь появляется в семье Яваль. Но поскольку мы уже несколько раз, я так понимаю, работаем на Ниту, что поскольку мы уже несколько раз, несколько поколений вообще не вспоминали ничего про братство, можно представить себе, что истинное понимание слова «брат» уже стерлось. И то, что сейчас употребляют слово «брат», у него уже нет прежнего значения. Вот Раф сейчас это объяснит. Как мы уже говорили, слово «брат» не упоминается в Писании после Каинга и до Авраама, за исключением двух мест. Первый из них перед нами. Однако в этом стихе идет речь не о людях, являющихся братьями по сути, в которых действительно возможно, как я думаю, решение уравнения братств. Возможны братские отношения, и правильное отношение к другому проявиться. А только о братьях, связанных одной кровью, исключительно о биологической связи. Можно сказать, что Ябаль и Юбаль братья по своим биологическим функциям, но не потому, что они способны быть братьями. То есть способность быть братьями у них уже как бы стерлась в этих шести поколениях, которые все время спускались и спускались. Не то, что это совершенно невозможно, но мы всегда знаем, что возможен теоретический возврат. И каждый момент может стать моментом избавления. Но когда поколение за поколением отдаляется от цели, то возврат становится все больше и более тяжелым. Перед нами снова разделение между идентичностью и функцией, между внешним проявлением действующих лиц и их внутренней сущностью. То есть внешне они как бы братья, а по сути вовсе. Каин и Юбаль были братьями по своей идентичности. Они были как бы двумя сторонами Адама и Хава, двумя сущностями одного целого. Здесь Юбаль и Юбаль – биологические братья, на самом деле на внутреннем уровне, между ними нет никакой истинной связи. В нравственно-духовном упадке человечество доходит до положения, когда между двумя братьями, рожденными одними и тех же родителями, нет никакой духовной ценности или сущностной связи. Теперь вернемся к инетичности и функциями телемы. Юбаль был отцом живущих в шатрах со садами, он олицетворяет связь с природой и разведением животных, общество, живущее скотоводством, захватом земли и ее плодов. Короче, сельское хозяйство. В нем соединяется призвание Каина и призвание Гевеля, как говорит Раша, отец живущих в шатрах со стадами, он был первым из тех, что пасет стада в степях и при этом живет в шатрах, месяц на одном месте, месяц на другом, ради пастбища для своих овец. Когда кончается корм на одном месте, он уходит и развивает свой шатур с другом. То есть он как бы скотовод, конечно, но в отсутствии личности земледельца он здесь, по мнению Маниту, олицетворяет все сельское хозяйство. Юбаль был отцом всех играющих на арфе и свирели. Первый артист, олицетворяющий музыку и искусство. Раша объясняет, так же и брат его брал кино Ресвирели, чтобы играть для его. Не просто так, музыка и искусство, а музыка и искусство, которое поставлено на службу двухпоклонцев. Туваль Кайн, шлифующий всякую ковку меди и железа, первый ремесленник, создатель инструментов и первый производитель оружия. Он олицетворяет промышленность и технологию. Раша объясняет, почему оружие, собственно? Ну, потому что я думаю, что в Писании вообще железо часто очень ассоциируется с оружием. Не всегда это имеется в виду естественное железо. Иногда это имеется в виду просто металл. Потому что я не очень понимаю, нужно ли вообще делать какие-то исторические аналогии, когда все это происходило, к какому периоду мы должны все это отнести. Потому что это, в основном, символическое описание. Тем не менее, поскольку речь идет о некоторой преистории, то, насколько мы знаем, железо тогда во многих, довольно долго не было до, скажем так, приблизительно до того, до эпохи, которая называется Железный век, что это уже где-то начало израильского царства. То есть это так или иначе намного раньше. Поэтому во многих местах, где говорится про железо, имеется в виду металлы, имеется в виду использование их для войны, для изготовления оружия. Медного оружия сначала, бронзового. Тувалькарин, он улучшал, буквально сдабривал. Тувляним – это специи. То есть, когда мы говорим «лядбильмашу», это значит добавить специи в какую-то еду, и это означает, что это улучшит. От слова «тавлин», собственно, это объясняет равнометалл. Корень «тав бедламит» – приправа. Он улучшал совершенство ремеслов Кайна, изготовляя оружие для убийц. Он усвоил как бы урок Кайна по убийству легитимной вещи, поэтому ничего плохого нет в том, чтобы изготовлять для него оружие. Шлифующий всякую ковку меди и железа, он совершенствовал искусство обработки меди и железа. Подобно сказанному, астрит на меня взоры свои вел. То есть точил и шлифовал всякие орудия для обработки меди. меди и железа. А сестра Тувалькаина – Нама – женщина удовольствия, та, что делает время приятным для мужчин. У меня сейчас есть соблазн рассмотреть более приятно, подробно, откуда это взялось. Здесь в ссылке сказано, смотри комментарий на хаммониды к этому стиху и мидраж, на который он ссылается. Я все-таки хочу привести комментарий на хаммониды, я переведу этот текст тогда, потому что это, мне кажется, занятным. Действительно, Нама – это что-то приятное. И первый комментарий Рамбану, он говорит так, есть которые говорят, что она была женой Ноха, и почему зовут ее Наама, потому что все ее дела были приятные и хороши. В этих вот поколениях, и она была праведница, и породила праведников. Именно поэтому упомянула его писание. Помимо этого, осталась Укайна память, небольшая память в нашем мире. Потому что сказано, что это женщина, которая родила Ноху трех детей. И поэтому, вообще говоря, если бы не упоминалось ее имя, то мы бы не могли сделать такого выбора. Не случайно ее имя упоминается. Могу бы просто сказать, что она родила ему троих детей, не упоминая имя, а имя она говорящая. А другой медраж говорит так, В другом медраше говорит, что она была очень красивая, и именно на ней ошиблись сыновья Бога, которые спускали женщинам земли, соблазнившихся их красотой. Нам, поскольку имя может говорить также о красоте. Ну, это он соотносит с Зором. Я даже посмотрела, что там Зор говорит. И тут тоже... Тут вот упоминается, что все... А такая была красивость, что все ошибались из-за нее. А Раби Шимон сказал, что она была матерью Шидим, то есть всяких духов нехороших. А почему это так случилось? Потому что увидели ее вот эти сыновья Бога и сыновья великих, по-разному это переводится, и в результате от нее родились всякие вредители, духи вредные. Ладно, это короткий перерыв для того, чтобы сказать, что есть разные комментарии действительно этого имени. Один комментарий, его первым приводит Рамба, что это значит, что она была хорошая правильница. А другой комментарий, что она была красивая и всех соблазняла. И соблазняла ангелов, скажем так. Это были ангелы, которые соблазнились красотой земных женщин, и от нее родились всякие. Да, ну и они там еще в Зоу упоминают, что да, вот известно, что ее имя во всяких заклинаниях упоминают на Аму, как матери Ашмадая. Так, это минутка страны и странности. Но главное для Рамба не то, что она символизирует собой индустрию развлечений. Общество, что поколение Каина, включает следующие функции. Яваль, отец живущих на крахах со стадами, буржуазия и скотоводы. Юваль, отец всех играющих на архе и сфереле искусству. Туваль Каин, шлифующий всякую корку, мед, железо, производство и оружие. Наман, доставляющий удовольствие мужчинам развлечения и развлечения. Индустрия удовольствий. Четверо детей Лермаха представляют четыре человеческие идентичности того поколения, в котором общество стало функциональным, а личность исчезла. В этом обществе остаются только функции и потребности. И потребности общества определяют роль личности. А вот эта вот схема их имена и чем они занимаются. С одной стороны, это развитие цивилизации, а с другой стороны, это функции, которые выполняют люди в этой цивилизации. Конкретная личность становится символом внешнего статуса, который делят между собой четыре главные общественные силы. Буржуазия, скотоводство, искусство, индустрия и развлечения. Если мы рассмотрим любое общество с тех пор до наших дней, то увидим, что оно на самом деле состоит из этих четырех ведущих сил. Не понимаю, куда девалась торговля. Он говорит, все остальные области являются частными случаями из этих четырех направлений. Ну, куда денем торговлю? Ну, это буржуазия, которые живущие в шатрах со стадами. Они начинают, да? Поскольку везде ходят, да. Торгуют. На торговлю. А индустрия, она же тоже связана с торговлей. Нет, ну там нужно чисто работать, да. Это как бы занимает все, да. А те, которые ходят, они везде передвигаются. Ну, такие купцы. Да, и, собственно, ну, как бы… Может быть, может быть. Я не возражаю. И приобретение. Просто в некоторых работах считается, что все вот это продается, да. Торговлей занимается… Обмен происходит между всем и всем. Между сельским хозяйством, индустрией. Искусство – это тоже работает на продажу. Все на продажу. Ну, то есть, это, наверное, нечто, может быть, обобщающее, двигающее, общедвигательное, но вовсе не самостоятельное. Может быть, не самостоятельное. Это другое общество, да. Когда каждый, получается, продает свой труд, и нет вот этой прослойки, которая совершает обмен. Тогда у них, может быть, и денег нет, да, если… Да. В первом случае, действительно, доисторического общества, действительно, может быть, прослойки и нет. Но когда он говорит о всех остальных поколениях, то тут оно, безусловно, существует. И это то, что двигает все. Потому что если бы ничего не продавалось, то не было бы такого стремления все это раскручивать. Ну ладно, это так, сколько. В обществе потомков Каина прогрессирует упадок, что в конечном счете приводит его к полному провалу и самоуничтожению. Здесь проявляется важный принцип. Общество, основанное на идее стирания другого, в конечном итоге вызывает стирание человека, находящегося в нем. И становится функциональным обществом, где индивидуум – это всего лишь анонимный номер, лишенный какой-либо самостоятельной ценности. Когда развиваются технологии, человечность регрессирует. Я не думаю, что это сто процентов. Но это одна из опасных технологий. На этом этапе происходит седьмое поколение, на котором заканчивается отсрочка, данная Каину-творцом. «И сказал Лемов с женами своей, Мадри Цилы, послушайте голос моей жены Лемов, что вы понимаете словам «Моим мужу убил ли я ранение моего, как-то ударом моим». Если Каин отобщен будет в семеро, то Лемов всем из семер раз». Перед нами первое стихотворение «Вкусание». Он тоже об этом говорит. Об этом говорят и комментаторы, и исследователи там. Это стихотворение трудно понять. Мы пытаемся расшифровать его, воспользовавшись Медрашом. Комментарий Раши на это место вслед за Медрашом Танхума говорит. «Послушайте голос мой». Кстати, я тоже должна сказать, это может быть важно, хотя это важно для понимания того, что не отрицая каких-то других взглядов, других комментариев, строит стройную систему, как многие другие комментарии, в которых всякая часть мозаики встает на свое место. Вот в его понимании нужно понимать это так. А другие считают, что, например, комментарий к этому стиху должен быть совсем другой, что он восхваляет убийство. Есть такие комментарии. Но в данном случае Рав этого совсем не принимает, а его комментарий, он идет за комментарием Раши, который не обвиняет Леменса в том, что он сознательный убийств. Или даже, если он не сознательный, что он хвалится своим убийством. Не важно. «Послушайте голос моей жены и устранились от совокупления с ним, потому что он убил Каина и Туваль Каина своего сына». В старине сказано, какого мужа и какого отрока. Но Бедраж объясняет, что кого он убил, он убил Каина. Прошло семь поколений, как было сказано, и Таин погиб. Тот же был убит. И Туваль Каин, то есть его последний потомок, тоже был убит. Поскольку Лемен был слеп, тоже неизвестно откуда это, его водил Туваль Каин. Сделал небольшую остановку и посмотрим на комментарии. Это интересно. Мы знакомы с Гомером, слепым поэтом из греческой мифологии. Идея образа слепого поэта заключается во внутренней сосредоточенности, в том, чтобы получить знания о жизни из глубины своей души. Это движение называется инсайд. Лемекс, слепой поэт, вполне подходит под это описание. То есть комментарий добавляет нам очень интересный такой взгляд на Лемеса, что он не просто поэт, а он еще и слепой поэт. Это некоторый такой, возможно, нам сегодня гораздо менее понятно, если не разъясниться, но, возможно, читателям комментария или более древней традиции им было понятно, что поэт должен быть слепой. Да, это некоторый такой образ общекультурный, я бы сказала. И увидел он Каина, и показалось ему, что это зверь с вальками. И велел он отсюда тянуть тетиву, и тот убил его. Узнав, что это был Каин его братец, Лемекс в отчаянии ударил рукой об руку и убил сына. Это вообще поразительно. Каждый раз, когда это читаешь, ты пытаешься представить эту картину, как скрипнув руками можно убить сына, но оказавшись между его руками, может быть. Его жены устранились от него, и он их уговаривал. Может быть, просто он размахнулся и попал в какое-то место. Или он упал в результате. Но это было явно не намерено по мнению Медраша. То есть, от отчаяния получилось, что он убил еще и сына. А жены устранились от него, и он их уговаривал. Послушайте голос мой. Послушайтесь меня. В том смысле, что не отстраняйтесь от совокупления. Мужа убил ли я моим ранением? То есть, разве муж, которого я убил, погиб от моего ранения? Разве я ранил его злонамеренно, чтобы это ранение мне приписывалось? И отрока ударом моим. А дитя, которое я убил, разве от моего, то есть направлено мной на него удар погибло? Все это сказано с вопросом, в удивлении. Ведь я совершил это неумышленно, не злонамеренно. Это не мое ранение и не мой удар. То есть, нельзя приписывать мне. Поэтому, если Каин отопчен будет в семеро Каина, убившему злонамеренно, наказание отсроченное до седьмого поколения, я же убил неумышленно. Тем более, наказание мне будет отложено на много седьмых поколений. Это один вариант. Слышно меня, да? Да, слышно. Потому что что-то Андрей пропал? Я не знаю. Лена, где Андрей? Все слышно. Слышно. Друга Лена. Ну, ладно. Продолжим. Лемех никого не убивал, а жены отделились от него после того, как выполнили заповедь кладиться и размножаться. Поскольку все потомство Каина было приквырено к уничтожению после седьмого поколения, они сказали ему, зачем нам рожать зря? Заповедь мы выполнили. За тебя. Это интересно, что у них тоже есть представление о том, что есть заповедь кладиться и размножаться. И вот мы родили достаточное количество детей. Мальчика и девочка, и двух мальчиков и девочек. Это достаточно. И больше мы не будем рожать зря. Завтра будет потоп, который все уничтожит. И он сказал, мужа, убил ли я моим ранением? Разве мужа убил я, чтобы карали меня? Разве я убил Эвеля, который был мужем по росту и ребенком по годам, чтобы мое потомство было устремлено? Вот он, Андрей. О, вот он. Кто-то там прервался. Вот Андрей. А что случилось? Упало электричество? Да, у нас регулярно отключают свет, не хватает электричества на страну. Да, я как-то не поняла, что случилось. Дочитала до конца Медраж, в соответствии с которым он никого не убивал. А они отстранились от него, потому что знали, что будет потоп. То, что уже было обещано, что человечество будет уничтожено после седьмого поколения. Они как бы знали эту традицию и понимали, что чего хорошего не будет. Зачем рожать зря? Как мы говорим, в молитвах утренних есть такой кусок освящения. И там разные стихи приводятся. И что мы не рожали зря. Так же мы просим у Всевышнего. А он говорит, за что меня нас уничтожать? Ведь Каин убил умышленного, и то ему дали отсрочку, а я никого не убивал. Убил ли я кого-то, мужа или ребенка? Всевышний должен отсрочить. Мы не такие плохие, собственно. Каин был в пути. Поэтому за что нас теперь наказать? Если так, то Всевышний не взыскает целый долг и не держит своего слова. При чтении этих мидрашей возникает много вопросов. Куда Туваль Каин вел Лемеха за возле Бога отца? Какова была цельность разговора Лемеха с женами? И в чем он пытался их убедить? Кем были мужчины и отрок убитые? Какова связь между местью Каином и тем, что случилось с Лемехом? Мы находимся в самом центре первого в истории большого города, в обществе, которое стало полностью функциональным, искусственным, агрессивным и разрушительным. В обществе, опирающемся на типичные характеристики любой империи, с тех пор и до наших дней основы. Сельское хозяйство, промышленность, искусство и развлечение. Теперь мы разберем, почему именно в этот момент истории Лемех решил обратиться к своим женщинам с этой песней. Чтобы разрешить трудности, которые ставит перед нами песня Лемеха, мы будем следовать за Рашей и расставим вопросительные знаки в соответствующих местах. «Мужа убил ли я моим ранением? Разве я убил человека, потому что хотел ранить его? И отрока ударом моим? И правильно ли обвинять меня в убийстве ребенка по злому умыслу?» Лемех сравнивает себя с Каином и с тем, что произошло с Каином во время убийства Эвеля, который был и мужчиной, и ребенком. Лемех спрашивает своих жен, обвиняете ли вы меня в том, что я повел себя так же, как Каин, который преднамеренно убил человека Эвеля, который был тоже и ребенком. Далее Лемех говорит, если Каин, преднамеренный убийца, получил отсрочку на семь поколений, то справедливо, если я, который убил лишь под осторожностью, получу неизмеримо большую отсрочку. Поэтому вы должны продолжать рожать детей. Картина, вырисовывающаяся на основе этих двух медрашей, представляет Лемеха, который противостоит своим двум женам и пытается решить непростую проблему. Функциональное общество, в котором живет Лемех, достигло той стадии, когда женщины сами отказываются далее рожать. Женщины, которые понимают, что понятие «человек» и «отрок» исчезли из окружающей ее общественной реальности и были убиты. Убийство здесь понимается в смысле идентичности, а не в смысле людей. Если у нее еще сохранилась связь с истиной внутренней человечностью, отказывается продолжать играть в эту игру, навязанную ей обществом, и приводить в мир еще и еще детей, в компьютеризированный и цифровой мир, в котором она живет. Она не соглашается рожать детей, которые превратятся в роботов, лишенных идентичности и человечества. Она также отказывается выполнять роль соблазнительницы. В этой реальности Лемех старается убедить своих жен продолжать рожать детей. Медраж описывает экзистенциальный кризис идентичности, поразивший человечество в конце семи поколений от срочки данной тайны. Фенеминизм родился тогда. Глубокий эмоциональный кризис идентичности, который начинается с женщин, и в котором можно увидеть первый в истории женский бунт. В сноске здесь говорится феминистическое движение 20-го века также является своего рода кризисом и бунтом, которые достигли своего пика в 60-70-е годы 20-го века. То есть занятно, каким образом, заодно буквально не конкретизируя, подробно монету высказывать свои отношения к феминизму. То есть, по его мнению, феминизм – это не только реакция на неравноправие, что женщины не могут занимать какие-то должности. Это не самое главное. А это реакция на то, что женщины каталогизированы определенным образом. Она становится функцией. Ты жена, ты должна выполнять свои функции. Это остается до сегодняшнего дня, несмотря на то, что на все права, которые женщинам даны. И, скажем, в России женщина могла выполнять любую сколь угодно тяжелую мужскую работу, с полуклачицами работать. Прекрасно. Все права. Но, тем не менее, отношения к феминизму в России и в Советском Союзе и не пахнут. У женщины были конкретные функции. У женщины должна была быть или для развлечения, или для рождения детей, и содержать хозяйство домашнее. То есть у нее была своя функция какая-то конкретная. А так, чтобы относиться к женщине как к человеку, этого, безусловно, там не было. И это, мне кажется, то, что сегодня продолжает быть во главе угла феминизма. Дело не в том, что женщина может пойти работать таксистом. Даже в той ситуации, когда никто этому не удивится или там сварщится. А дело в том, что перестанут смотреть на женщину как некоторый инструмент удовольствия или инструмент рождения детей и обслуживающий персонал. То есть это, на самом деле, проблемы нерешенные по большей части в мире. Нельзя сказать, что совсем нерешенные. Встречаются иногда и семьи, в которых эта проблема решена. Не существует. Но они, не знаю, статистику никто не проводил. Количество членов Кнессета или сварщиц тут большого значения не имеют. А имеет значение, как действительно воспринимают женщин в обществе. И этот бунтер постепенно распространяется на все человечество. То есть они просто начинают эту борьбу против того, что человек воспринимается как некая функциональная единица, а не как личность. Медраж описывает этот общественный человеческий кризис лаконичный, на первый взгляд, без эмоционалов. И на его основании не просто понять масштаб этого стопа, с которой столкнулся человечество. Таково объяснение социально-психологическому уровню, которое позволяет понять глубинную причину отказа жён для миха продолжать рожать детей. Можно остановиться и высказаться по этому поводу, если вы не согласны, или поправить меня, или поспорить со мной, или какие-то другие мысли высказать. Насколько я понимаю, не только женщина функция, но и мужчина тоже. Какая-то социальная функция, потерявшая личность. То есть женщины начинают бунт, а мужчины потом тоже в него включаются? Включаются они или нет, непонятно, но на самом деле, действительно, об этом нам не рассказывает в Писании. А женщины просто тут, видимо, как некоторые лакомы свою бумажка начала этот процесс. Потому что для женщины этот вопрос ещё более актуален, чем мужчины. Если мужчина становится функцией, то женщина ещё в большей степени. Или можно предположить, что они более чувствительны к этому. И поэтому они стоят собственные женщины в той точке, которые ответственны за продолжение родов. И когда ты понимаешь бессмысленность этого действия больше, чем мужчины, тоже как бы они, повторяю, рожают в основном мужчины. Да, и он родил, и он родил. Но мы все знаем, что рожают женщины. И может поэтому они более чувствительны к этому. Что они рожают детей для любви зазря. Не только потому, что это будет потом. А потому, что вообще эти дети приходят в мир, в котором у них не будет личности. И это, может быть, поэтому, я думаю, они более чувствительны. Но на самом деле это, конечно, относится к этому. Всё-таки интересно. У нас есть движение феминизма. Женщины, которые поняли, что мы функция, и мы не хотим быть функциями. А что же получается? Мужчины как молчат? Их это устраивает? Или как? Что происходит? Ну вот смотри. Здесь Лемов этого не устраивает. Он противится этому решению. Да. Но, по-видимому, действительно, мужчины ещё не осоздают, на самом деле, что до какой степени это обезличивание в мире дошло, что нужно против него бороться. В нашем мире, на самом деле, тоже, я думаю, восприятие феминизм совсем другое. Чего вам ещё надо? Всё вам дали уже. И вас на работу принимают как мужчины. И можете учиться чему хотите. Что вам надо? Кто-то встречался с таким отношением к феминизму постоянно. Чего не хватает? Я думаю, уже, можно сказать, поколение назад он осознал значение вот этого бунта против чего, собственно, женщинам бунтуют. Не только против того, что они становятся функцией. Это личное, да. Я не хочу быть функцией. Я не хочу быть для себя сексуальным объектом только. Я хочу быть человеком. Я хочу, так сказать, чтобы ко мне относились как к личности. Это существует, но это отражает некоторые общие тенденции в мире. Иначе бы эта борьба имела бы личный характер между мужем и женой. Ты ко мне относишься не как к личности, а как к сексуальному объекту. Кто-то это устраивает, кто-то это не устраивает. Но в целом, поскольку есть общественное движение, это означает, что проблема продолжает существовать в обществе, я думаю. И мы, может быть, недостаточно осознаем, потому что проблемы феминизма решают законодательным путем. Давай, скажем, женщинам преимущество в законе. Это ничего не меняет на самом деле. Не меняет суть того, что человек в каком-то смысле перестает быть личностью. Может быть, мы здесь останавливаемся, потому что уже как бы 50 минут урока прошло. Через 50 минут по статистике внимание падает. А если хотите, можем продолжить. Андрей? Ну, я думаю, закончим. Есть над чем задуматься. Может быть, в чатах нам напишут зрители свои мысли. Как оказалось, что проблема феминизма намного глубже идет из общества Каина и охватывает, по сути, все человечество. Вот эта функциональность, да, потери личности. Спасибо, Андрей. Действительно, у тебя интернет слабоват, тормозит. Может быть, это тоже причина на сегодня остановиться. Если кто-то хочет что-то добавить, я с удовольствием послушаю. Я так понимаю, что Раф ведет к тому, что возвращает сущность мужчине и женщине к функциональному падку. Я так понимаю, мы еще придем к этому ответу? Что возвращает? Ну, у нас передо мной, во всяком случае, такое падение к функциональности. Когда суть человека, она как-то задавливается. Я не знаю, как это выразить словами. На нашу задачу ее... Да, на нашу задачу ее вернуть. Я так понимаю, мы идем к ответу, Раф нас к ответу ведет. Ну, как бы, он там впереди. Ну, сто процентов ответ будет очень далеко. Я думаю, и во втором томе еще тоже не будет окончательного ответа. Мы пока только в первом томе, в самом начале истории, которая описывает нам, я думаю, в основном проблемы, которые архетипические проблемы многих поколений, скажем так. И всегда есть такое противопоставление в любую эпоху. различных обществ. Обществ государств, которые гибелируют человеческую личность, но, с другой стороны, развивают цивилизацию. И обществ, которые не государственные какие-то, в которых, может быть, этот вопрос обезличенный не стоит, но которые тоже особенно не продвигают. Просто это немножко смущает, потому что столько усилий тратится, и материальных, эмоционных, каких угодно, например, на веге и насчет равноправия мужчинам и женщинам. И действительно тут много работы происходит, но непонятно, почему все идет и все равно в упадок какой-то функциональный, почему через это не проявляется… Ну, не знаю, потому что это сложнее гораздо. Это гораздо сложнее. В нашем мире уже есть механизмы, которые постепенно приведут к тому, что человек перестанет быть цифрой, функцией, а станет личностью. Но это гораздо более сложная работа, чем закрепить в законе равноправие женщин, право голосовать, избрать, быть избранным, работать где угодно, научиться чему хотят и прочее. Реальность легко закрепить, но его, на самом деле, не только с женщинами. Я думаю, что и в отношении других видов неравенства мы все время скатываемся к каким-то, так сказать, вещам. Ну, просто нет других инструментов, не научились, чтобы закрепить что-то законодательное. А вот есть какие-то меньшинства, мы вот их сейчас законодательно закрепим, за ними равные права. Это ничего особо не меняет в осознании идентичности, личности. Отношение к человеку как личности это не создает. Ладно. Ну, ответ, наверное, это Бен Адам как раз, да? Что прийти к сыну человека. Не к функции, а к сыну человека. Да, 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 да. Конечно. Это вот конечная наша цель – относиться к отношению к другому, исправленное отношение к другому. Это то, к чему должно прийти в конечном итоге человечества. Мы на пути пока только. То есть жаловаться, что все медленно работает. Это, конечно, можно, но оно действительно работает медленно. История человечества продвигается очень медленно. И, не знаю, когда мы увидим результат, кто увидит результат. Но мы очень верим в то, что он будет. Это так или иначе. Может быть, с какими-то движениями туда-сюда мы все же продвигаемся к целетворению. Я думаю. Надеюсь. Спасибо вам всем. Давайте закончим на этом тогда. Спасибо, Андрей. Всего хорошего. До свидания. Хороших новостей. Шаббат. Шалом. На следующей неделе.